О пути со дна вершины рассказал студентам Олимпийского университета Алексей Мошкин. Достижением лыжника-паралимпийца может позавидовать любой спортсмен. Золото зимних игр, чемпионата мира, государственные награды. Но какой ценой? В 14 лет подающий надежды юноша попал под поезд и остался без ног. Но любимое дело не оставил. Меньше чем через год встал на протезы, а потом и на лыжи. Было выполнение моей работы, по большому счету. И таких, как я, много, возьмите, хотя бы тех же спортсменов, что достаточно много спортсменов среди инвалидов, которые делают то же самое, просыпаясь каждый день своим недугом и преодолевая различные трудности. Мало того, что живут, они еще и выигрывают медали, выступают на соревнованиях. На днях в прокат вышел фильм, в основу которого легла история Алексея Мошкина. Он выступил консультантом кинокартины и снялся в эпизоде. На открытой лекции студенты могли увидеть трейлер. К слову, сам чемпион планирует пополнить их ряды. Алексей Мошкин планирует пройти годовой курс. Тем временем высшие спортивные чины свою учебу закончили. Всегда приятно себя почувствовать студентам, тем более в прекрасном городе Сочи, где прекрасная атмосфера. Мы, во-первых, со многих регионов с коллегами сюда прибыли. И для нас, прежде всего, воплотиться в одну команду и поделиться опытом управления своих объектов, ну и, конечно же, послушать тех прекрасных преподавателей. Применять свои знания на практике Алмаз Минголов отправится в свою родную республику Татарстан. Региону в скором времени предстоит принимать крупное спортивное событие. Казань, как и Сочи, один из городов-организаторов чемпионата мира по футболу. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ